Приветствую вас вновь своим жутким и невообразимым, да ужасом мире Dark Souls. Мест, до которых если вы добрались, то воистину можно считать себя частично героем, который вошел в саму тьму, в те места, где кишит лишь ненависть и человечность, который хочет вас поглотить в свою пучину тьмы, мира темных душ. В краткости в предыдущем видео показал, как я можно расправиться с большинством сущностей, используя лук Драконобойца, баф, используя Красное Кольцо и некую тактику Мастер, которая позволит вам зачистить и пройти достаточно легко и незатруднительно. После чего я расправился со всеми сущностями этой локации, обманул некого стража, заключенного и добрался до так называемой бездны, или ущелья бездны, где тут есть бунфаер, но в него я еще пока что не садился. В принципе, да, я не забрал некоторые предметы, да, многие скажут, что я пропустил, но на самом деле мне не так особо-то и важны, насколько это может показаться, но стоит, конечно, их взять. Странно считать, но почему-то у этих статуй нету головы. Тут их специально, наверное, как-то разрушили или сломали. То есть любое упоминание о самих так называемых людях Алла-Лича просто стерто из памяти. Хотя никакой истории о самом поселке-то толком-то и нет. Душа отважного воина. Хотя, в принципе, можно было сделать тут какого-нибудь проклятого колдуна-торговца, на который там продавал какими-нибудь там вещичками, возможно, сделал где-нибудь вот, например, в этой части локации, да, чтобы до него особо не могли добраться мобы, но, увы, спокойненько могли до него дойти. Вот. К примеру, например, как с вилки, да, которые, в принципе, торгуют для нас различными предметами и может нас благословить и, так скажем, снять с нас все грехи. Ну, вот очередной тайник, но тут, не знаю, вот, например, можно было здесь, здесь какого-нибудь там торговца, но тут ничего нету. Да, по сути дела, хорошего. Так вот, а сундук, тут есть обома коричневого титанита. Вот. Ну, в принципе, до него даже можно допрыгнуть вон оттуда. Но, якобы, такой обход есть. Больше ничего тут не лежит. Хотя бы лучше, пойду, положили, там, пару кусочек, там, возвращений, там, может быть. какую-нибудь душоночку бы полезнее намного, чем все это остальное. Что касается вообще самой магии Ауэллича. Она такая достаточно интересная и своеобразная. То заклинание Мануса, или магии обисок, называют, она достаточно сильная, но направлена не своего рода помогать, а уничтожать. То есть, наносит дополнительный демэдж и только губи, например, врагов, либо каких-нибудь игроков. Можно от нее, конечно же, защититься, например, используя серебряную подвеску. Вот. Например, такое заклинание, как преследователи. Вот. шары тьмы, сфера тьмы, вот, и так далее, блин. Большинство игроков считает, что это чисто там читерство, да, вот этих вот магов, которые используют эту темную магию. Вот, значит, одна из них, сфера тьмы, очень нам поможет. то тут следует понять одно. 75% просто не готовы к тому, то, что к ним вторгнется, предположим, какой-нибудь маг. Остальные 40% просто не могут сражаться против магов. Вот. 50%. То есть, там, например, уворачиваться, там, как-то защититься. Защититься. так же, в принципе, остальные, там, процентов, блин, 50. Просто не знаю, как может защититься от большинства заглинаний. хотя есть, там, магические щиты, некие прокасты, которые запрещают кастовать заклинания. так же, в принципе, та же серебряная подвеса, которая болчит большинство проклятой магии Абиса. И поэтому умирают. Остальные, да, в принципе, просто не умеют играть, да, ПВП против большинства игроков. Вот и все это всем объясняется. зачастую также в принципе игроки они своего рода не сразу могут там пройти, да, и достать большинство каких-то предметов. То есть и те, кто уже достаточно давно играет, они имеют все, они идут на науки плюсы, полюбас там добирают еще заклинание тех же преследователей, да, потому что там даже если вам как бы дадут еще одну душу мануса, предположим, да, какой-нибудь там фантом, то вы не сможете ее обменять. То есть вы не получите два преследователя в одну игру. только на новых геймплюс вы сможете обменять вторую душу. Вот. А на новых геймплюс вы там можете, ну, предположим, 3-4 обменять, и у вас будет там десяток преследователей, и попробую от них убежать, да, и в итоге, что начинающие игроки просто дохнут от первого уже прокаста, ну, на этом, я думаю, закончим. Тут стоит, что, переснарядиться. Нам, кроме арбалета, по сути-то, и ука ничего-то и не надо. Уже 40 человечность, немало, я скажу, честно. так. Пока что, в принципе, здесь так Вот, сейчас я Разожгу здесь бонфаер Чтобы можно было вернуться И изменить, наверное, заклинание Все-таки Используем подчинку И Так, сфера тьмы Теперь уменьшим Здоровье с помощью Кольца Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая у нас будет снаряга Что уже неплохо Мерцающий титанит О бомах белого титанита Что могу, ребят, вам сказать Этот ящерка, да, она в конце концов Бегит дальше вдоль Этой Стены, так называемой Пещеры И в конце концов Вас приводит В некую такую засаду Из тварей Значит, отсюда мы можем заметить Некие головы Вот, и в принципе В конце концов Вы Погибаете Потому что на вас согрится сразу Несколько тварей Тут лучше согреть по одной Из них Вот, затем Мы тут ликвидируем колдуна Проклятого Драконобойца Вот, и по одной Твари Выманиваем Не советую, конечно Вам делать-то, как я Но Ради, так скажем Эффекта и красоты Зрелища Мы это сделаем Блин, ПБС Проседает Тварь, блин Даже 21 Падает Мне это не радует Короче Дальше, в принципе Там двое Можно расстрелять Вот тут Видя, они уворачиваются Почему мне не нравится-то Стрелять-то За арбалетов Никак Куда-то размахалось Поганище Тут почему Не лучший вариант Их отстреливать Хотя тоже Есть возможность Тут, в принципе Находится Жертва И тут Заклинание Магия Абиса Шар тьмы Да, что-то есть Такая некая Хитрость Нужно подать И сзади И мы увидим Очередную Нашу жертва Вес Спину Твари Стрельнем И ее Заглушим Тут есть Такие Как бы Радужные Камушки Как Всего рода Метки Которые Нам позволяют Как-то Ориентироваться На самом деле ППС Проседает Жутко Сейчас Нужно Так Так Ну Более-менее Что-то Пошло Здесь Мы видим Множество Человечности Ее тоже Легко Ликвидировать Там Используя Какое-нибудь Копье Либо Просто Арбалет Расстреливать Да и все Лисука Самого Простого Не спеша Тут нужно Ити Видите Они там Направляются Начинают Двигаться Но Не обращайте Внимания Просто Отстреливайте Тех Кого Можно Отстрелить Мне же Видите Да Таргер Таргер Помогает Выполнение Этой Чудовищно Сложной Миссии Конечно Я вру Просто Она становится Сложной За счет Того То что Вот Он Пожалуйста Таргер Начинает Так скажем Прыгать Прыгать Повадками Повадками И поведением И Анимацией Так скажем Таргер Таргер Мы промазали Здесь Таргер Таргер Упал Почему-то Таргер Таргер Это Продолжение следует... 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 Но я не вижу в этом никакого смысла, да, таким способом пользоваться. То есть я могу ликвидировать и используя лишь один только меч и собственную голову. Ну, естественно, преимущество своего опыта и мастерства. С манусом я разберусь позже. Сначала соберу предмет с этой локации, со всей. По сути, там можно спрыгнуть и сюда, но я пойду по некому такому хитрому плану. Придется, наверное, завязать мне человечность. Дабы не погибнуть. Хотя я посчитаю, сколько там у меня жизни заберется. Ну, по сути, не должен я умереть. Вот, значит. И тут, а львин, это кошка, а львина. Вот. То есть она нас, как бы, призывает или заманивает. То есть нужно идти, как бы, да, за ней. То есть она, как бы, да, за ней. Какая-то жирнющая человечность попала. Ну, и все равно на нее. Человечность еще одна. Нам показывают некий такой тайный путь. То есть мы можем заметить здесь и сам... Да, нанесем урон, да, призрачная стена здесь будет. Здесь находится молодой Стив. Да, так скажем, в настоящем времени. Да, так скажем. Его окружают человечность, да, его только защищают щиты Арториуса, которые подвергся сильному магическому урону магии Абиса. Когда мы подходим, то есть он нас благодарит, то есть он нас благодарит и исчезает, то есть оставляет нам большой щит искупления, то есть по истории, да, мы знаем, что Арториус отдал щит молодому волку Сифу и сам канул в пучину бездны Арториуса, но в конце концов он выбрался. Ну какой ценой, да, можно так сказать. С бездна его поглотила, блин. Хотя если бы он, наверное, не отдавал этот щит, возможно остался жив. Ну тут не мне это уже решать. Тут мы активируем лифтик. Вот. Вот. Ущелье бездны, значит, да. По сути дела, да, здесь не столько сложно, сколько нужно понять вообще всю систему. Да. Это напущенная человечность. У каждой из этой человечности свой своего рода характер. Да, толстая, да, человечность, или называемая, насыщенная. Напущенная такая, прям. То есть у меня определенная манера. Да, и анимация своя, и движение, и характер. Это про щелыга, это тощая человечность. Да у меня другая, как бы, такая манера. Поведение. А вот и в мелкой, хитрющей человечности. Вообще другая манера поведения. Ну посмотрите на нее только. Такая маленькая, с такими беленькими глазками. Прям так и хочет что-то от вас. Здесь можно было, знаете, как питомца использовать, знаете, какую-нибудь сущность там. Например, у Арториуса был волчонок Сив. У Альвины там были ешние племеши, дикие коты. Черное пламя. Вот. И так далее. То есть, был бы достаточно интересный. Я обходил бы себя с человечностью, да, она там. Она тоже. Если у вас многочеловечности, она там становилась бы больше. Тогда такая жирнее. Там вот какая-то большая становилась прям и поглощала врагов. То есть, ну либо там волк, да, там, типа, чем больше он выжил и больше убил, тем больше у него там уровней непосредственно, так скажем, жизни прибавлялось. Ну и так далее, и тому подобное. Вот бы достаточно интересно. Так, ну тут очередная нибудь человечность, тот подлый колдун, которого мы ликвидировали. Тут дальше еще одна человечность и, по сути дела, путь в один конец. И тут знака, простите ли, помогите. А, помогите, да, блин. То есть, помощь уже нужна, естественно, мне теперь. Можно спрыгнуть, но, естественно, я умру с таким уровнем здоровья. Так что, придется юзать. Любимую человечность, блин. Благо, у меня тут уже почти 50. То есть, одно больше, одно меньше. Ну, как раз, да, вот, смертельная доза для меня был бы уготовлен. Спасибо. Значит, в принципе, да, вот, добрались до самого Мануса, что я думаю, пересобраться, потом уменьшено здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, да. Нет, я очень медленный, к сожалению. Придется что-то скинуть. Вот, нормально. Теперь более-менее, да, уже можно что-то сделать. Пойду, в принципе, вот так вот на Мануса, но это будет в следующей... В следующей серии, ребят. На этом я закончу.